МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Апионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. СОРОВ – лучший город Нижегородской области по качеству городской среды. Математика и математическое моделирование. Научная инновационная школа открылась в Сархат-Ини-Яумифе. В юниоре прошло внутреннее первенство по баскетболу между командами спортивной школы ИКАР. Далее расскажем обо всем подробно. СОРОВ – лучший город Нижегородской области по качеству городской среды. Минстроя РФ опубликовал традиционный индекс качества городской среды за прошлый год. СОРОВ в рейтинге набрал 235 баллов и стал лучшим городом Нижегородской области. Ниже расположились Заволжье – 232 балла, Дзижинск – 230, Арзамас – 224, Нижний Новгород – 214. Рейтинг формируется на основе оценки ключевых показателей. Состояние социально-досуговой инфраструктуры, развитие общественно-деловой инфраструктуры, развитие уличной дорожной сети, уровень озеленения, состояние общегородских пространств, состояние жилья и прилегающих территорий. Я все люблю СОРОВ. Живу здесь 20 лет всего. Не местный житель, приезжий, но уже местный. Не знаю, мне все нравится. Улицы, природа, инфраструктура, школа любимая нравится, в которой работаю. Все для детей прекрасные возможности, потому что все наши детские сады, школы, все наши кружки, секции. То есть для детей, конечно, для семей здесь очень-очень здорово. Он преобразуется, он становится другим. Я помню, когда-то была и церковь, была пятиглавка такая. Мы маленькие были, школьники ходили туда. Уютно. Чистый город. Он и есть чистый. Все подметают, естественно. Приезжающие из-за зоны. Также все наборит порядок. Ну, люди хорошие. Много мест для молодежи. Хороший, чистый, спокойный город. Много где провести свободное время. Чисто, красиво. Сейчас тем более весна, солнышко. Оригиналов нет. Улучшить, думаю, парковки, особенно в Новом районе. Это проблема большая. Атмосевский парк можно. Уже в плохом состоянии там кататься почти невозможно. Улучшить дороги. Я автомобилист. Дороги был улучшить. В Сарфатаине Яумифе открылась 17-я Всероссийская молодежная научно-инновационная школа математика и математическое моделирование. С 5 по 7 апреля для ее участников в стенах вуза пройдут пленарные лекции и практикумы. Будут работать 8 секций. На открытии научной конференции побывала наша съемочная группа. Всероссийская молодежная научно-инновационная школа в Сарфатаине Яумифе в этом году проходит уже в 17-й раз. С каждым годом эта конференция расширяет географию участников. В этот раз в Саров приехали представители филиалов МИФИ, вузов Казани, Саратова, Рязани и Владимира. Впервые в работе школы будут принимать участие делегации из Волгограда и Иваново. Школа МММ, как мы ее называем, как говорится, между собой в рабочем порядке, это замечательная площадка для новых знакомств, создания научных коллабораций. Мы уже видели неоднократно, когда после окончания школы коллеги, которые с выступлениями работали на секциях, завязывали знакомства и дальше у них шла работа в своих направлениях, деятельности. Растет и число секций, которые работают в рамках школы. В этом году их 8. Математическое моделирование в биофизике, моделирование физических процессов и явлений, модели и методы цифровых технологий, математические методы в экономике, социологии и другие. Будет открытая школьная секция. Свои доклады представят ученики школ Костромы, Павлова, Нижнем Новгорода, Ижевска. Саров будут представлять учащиеся обоих лицеев, гимназии, 10-й и 20-й школ. Смотрю на сборник тезисов к этой научной школе и смотрю, что математика все активнее пробирается не только в естественной науке, но и в социальную сферу, в экономику, в другие гуманитарные сферы. Это хорошо, потому что математику я лично очень люблю и со школы всегда хорошо ее понимал. Конференция продлится до 7 апреля. Тогда пройдет торжественное закрытие, а авторы лучших работ получат награды. За целенаправленный сбор краснокнижных растений и грибов накажут лишением свободы сроком до 9 лет. Соответствующий закон приняла Госдума. В списке грибов, попавших под запрет, оказались многие виды трюфелей, мухоморов и вешенок. А в списке растений – любимые изготовителями сувениров можжевельник, а также папоротниковые и моховидные растения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровские библиотеки вполне успешно конкурируют за внимание читателей с интернетом и новомодными развлечениями, сообщает администрация города. Суммарная посещаемость библиотек Сарова за 10 лет выросла примерно в 2,5 раза – с 356 тысяч до 810 тысяч суммарных посещений в год. Этого удалось достичь за счет превращения учреждений из места выдачи приема книг в натуральные культурные центры, в которых проходят сотни мероприятий в год. Аэропорты России станут комфортнее и безопаснее. Вступил в силу обновленный свод правил проектирования автовокзальных комплексов. В аэропортах нового поколения, как и в модернизированных площадях, процесс предполетных проверок, а также получения багажа будет оптимизирован, и авиапассажиры будут тратить меньше времени на ожидания. На дновой редакции свода правил работали эксперты Минтранса России, Росавиации, глав госэкспертизы России, ведущих проектных, научных и отраслевых организаций. Ученики лицея 15, воспитанники Кванториума, стали призерами областного финала интеллектуальной олимпиады ПФО. В мероприятии приняли участие более 400 школьников. Они стязались по пяти научно-исследовательским направлениям. Программирование, робототехника, моделирование и программирование беспилотных летательных аппаратов, решение изобретательских задач и интеллектуальной игре «Что, где, когда». Илья Ганин и Сергей Ежов с детства увлекаются робототехникой. Оба они занимаются в Кванториуме. В апреле ребята смогли продемонстрировать свои знания и навыки, полученные за годы обучения на уровне региона. Илья и Сергей прошли отбор на областной финал интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Наша задача была собрать двух роботов. У нас было, соответственно, два здания, столько же сколько и роботов. Первое называлось робот-чертежник, а второе называлось робот-фуникулер. На первом здании нужно было считать штрих-код и нарисовать зашифрованное число на этом штрих-коде. Второе задание предполагало сборку робота-фуникулера, который бы проехал по трубе, как настоящая канатная дорога. В течение четырех часов саровская команда конструировала, проводила отладку изделий, которые представили на суд экспертов. Одна из сложных задач – программирование этого робота. Это смотря с какими роботами работать. То есть, есть роботы на Ардуино, их программировать сложно, ну, по меркам начинающего. А если программировать ЕВА-03, то это уже гораздо проще и быстрее. Как говорят ребята, роботы-техника – одно из самых актуальных и востребованных сегодня направлений. Роботов используют в самых разных отраслях. В том числе они становятся незаменимыми помощниками в быту. Роботы-пелесосы, посудомойки, голосовые помощники для умного дома – их функционал расширяется с каждым годом. И создание робота доступны детям. Я могу собрать разные модели на разных конструкторах, чтобы это ни было. Для самых разных назначений я могу собирать машины, которые могут передвигаться, могут находить свое положение в пространстве, которые могут считывать данные окружающей среды и гораздо больше. По итогам испытаний команда Саровчан заняла третье место. Как признались ребята, добиться такого успеха им помогли не только занятия робототехникой в Кванториуме. Без знаний физики, которые им давали в 15-м лицее, достичь призового места было бы невозможно. В гимназии номер два открылась выставка художественной фотографии «Ожившие полотна». Экспозиция посвящена году педагога и наставника. Во время подготовки к выставке гимназисты примерили на себя роли фотохудожников, графических дизайнеров и художников по костюмам и реквизиту. «Ожившие полотна» – выставка с необычным названием – открылась во второй гимназии. Каждый класс создал свою работу – фотореплику известной картины, посвященной школе. Впервые этот проект увидел свет в 2019 году. И лучшие полотна того года тоже вошли в новую экспозицию. Выставка открылась на каникулах. Ребята второй день вышли в школу. И, конечно, интерес такой серьезный, потому что они видят, здесь же не 100% класса участвовало. На некоторых полотнах есть один человек от класса, есть пять, десять человек. И, конечно, друг друга увидеть в таком ракурсе, себя посмотреть и друг друга увидеть, им очень интересно. Интерес вызывает выставка. Этот проект дал детям возможность примерить на себя сразу несколько ролей. Кто-то выступал в роли фотографа, кто-то был моделью, а кто-то художником по костюмам, реквизиту или графическим дизайнерам. Практически за каждым полотном на выставке стоит интересная история. Например, чтобы создать фотореплику картины «Дети на уроке» Богданова Бельского, пришлось повозиться с фоном. Мы нашли какой-то старый ковер или шаль, и там у нас одноклассники самые высокие на тот момент, когда были. Они держали как раз-таки это полотно, но они там уже все запарились, они говорят, давайте быстрее. А мы-то все никак не могли сконцентрироваться, потому что постоянно смеялись. Сплотить классные коллективы, привить любовь к изобразительному искусству, художественные фотографии, познакомить с шедеврами русской живописи – это главные цели, которые ставили перед собой организаторы выставки. А еще она дала возможность ребятам проявить творческую жилку и не просто скопировать работу до мельчайших нюансов, а внести в нее дух современности. Например, там была картина, когда ребенок двойку получил, мама держала дневник, а одиннадцатиклассники, они как раз-таки показали планшет, в котором был изображен уже электронный дневник, уже там мамы были, тапочки, современная одежда была. И использован, кстати, фотошоп тоже был. И поэтому картина очень реалистично выглядела, как раз-таки уже современно. Выставка «Жившие полотна» продлится до конца учебного года, а в следующем году ее дополнят полотнами администрации и учителей без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Солисты ансамбля «Забава» Денис Порушенков и Владислав Глазков стали обладателями гран-при отраслевого фестиваля детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды», посвященные 75-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики. Конкурс талантов проходил в городе Коврове. Владислав Глазков – музыкант-самоучка. Играть на гармонии он научился самостоятельно. Когда Владислав был маленьким, ему на день рождения подарили маленькую гармошку. Став постарше, молодой человек начал сам разучивать на инструменте, песне и наигрыше. В ансамбль «Забава» Владислава привела бабушка, с которой он вечерами пел русские народные песни. Так любовь к народному творчеству солист «Забавы» сохраняет на протяжении 10 лет. Главное – отдавать себя полностью, погружаться в образ и петь с душой. И тогда зритель почувствует благодарность и подарит аплодисменты. Владислав Глазков и Денис Порушенков давно поют вместе в дуэте в ансамблях русской народной песни «Забава» и «Сударушка». Для тростлевого фестиваля детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды», посвященного 75-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики, мальчики выбрали три композиции – куплеты солидных ребят, красненькие туфельки и «Только возьмут меня в солдаты». К Коврове собрались самые талантливые коллективы и солисты городов Росатома. Саровчане покорили зрительный зал своим выступлением и взяли наивысшую награду фестиваля – гран-при. Радость, очень сильная радость, как и за гордость, как и за коллектив, и за нас двоих, и за руководительство, за то, что она вложила в нас все это мастерство и все остальное, чтобы мы получили такую наивысшую награду. Дуэт Саровчан соревновался в номинации «Вокал» наравне с эстрадниками. Ребята вспоминают, что на сцене не обошлось без курьезного случая. После того, как ребята выступили со своим репертуаром, из-за кулис раздался голос «Пойте еще». Солисты растерялись, но быстро среагировали и подарили залу еще одну композицию. На конкурс опоздала какая-то девочка, и если бы мы эту песню не спели, она бы не прошла, но не выступила на этом конкурсе. И вот так вот мы спасли девочку. Дуэт Владислава Глазкова и Дениса Прушенкова уже не раз брал гран-при на вокальных конкурсах. За победу в фестивале детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды» солисты получили дипломы, кубок и ценные призы. В юниоре прошло внутреннее первенство по баскетболу между командами спортивной школы «Икар». На протяжении двух дней шесть команд боролись за звание лучших. На втором дне соревнований побывала наша съемочная группа. Традиционное первенство по баскетболу среди воспитанников «Икара» ежегодно проходит в дни весенних каникул. Юные спортсмены оттачивают навыки бросков и ведения мяча, учатся работать в команде и подмечать сильные и слабые стороны противника, а также готовятся к выездным соревнованиям. У нас была такая тактика, чтобы кто ближе к кольцу, тот тому отдавать мяч, чтобы он старался забивать. Ну и кто сильнее играет, тот больше будет вводить мяч. Спортсмены играют четыре периода по восемь минут с большим перерывом. Каждая команда выбирает себе название. Во второй день состязаний за звание лучших боролись команды «Апельсин» и «Кар-2» и «Саров». В упорной борьбе победил и «Кар-2», обойдя игроков «Апельсина». В первый день соревнований состязались старшие воспитанники «Икара». Соперничали команды, старались, было интересно, хотя они играли между собой, но все равно соревнования есть соревнования. Две команды у нас стали победительницей. Первое место заняла команда «Парис-Саров», второе место – команда «Икара». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА